МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня есть снимок, с 42-го года, съёмка. Ташкент, Арык, и стоит моя матушка, я в свои два года, значит, и Корней Иванович Чуковский в чёрном пальто с папочкой и, значит, с седыми волосами. Я потом посчитал, когда научился считать, что ему к этому моменту было 60 лет. То есть фактически я с ним познакомился, когда он был старик. Но умер он, когда мне было уже не два года, а 29. То есть такая вот старость, она оказалась бесконечной, потому что в эту старость, в общем, вместилось всё. Потом, когда приехали из Ташкента, он написал такую работу в Бибигон. И даже мне, как человек, который был с ним в эвакуации, обещал подарить первый экземпляр. А я эти все детские вещи не очень любил, но Бибигон мне что нравился, там какие-то балеряли их двора. Ну, не улич, не московского двора, а дачного участка. Что-то было похоже, какая-то будка там, индюк-брандуляк, но индюка не было, ну, куры-то были. Ну, что-то было похоже. Поэтому я всё ждал, когда этот Бибигон выйдет. Оказывается, были колоссальные неприятности. Что-то там он опять не сочетал, что детям надо не так, а эдак. Ведь вообще-то Корней Иванович Чуковский, он не планировал быть детским писателем с этой славой. Он когда-то для денег написал «Майдадыр», как я понимаю, под влиянием английских, значит, такого же типа стихов, но очень талантлива. Он был очень известный газетный критик литературный. У него была такая страсть к исследованию литературы. И вдруг оказалось, что главное – делать и детские эстизы, которые ещё всё время ругают. И вдруг Корней, значит, предложил такое дело, что у меня был друг, писатель Гайдар. У него есть такая вещь, Тимур и его команды. Ну, мы такие маленькие, мы и не знали, что есть. Есть, есть. А вот мы давайте будем гайдаровцы. Ну, какие условия? Надо прекратить ругаться матом и курить. Ну, в 7-8 лет, что не пообещаешь? Мы и пообещали, что… Ну, дальше-то началось. Тут дети же тоже… Ну, кто-то, наверное, вернётся словцом. А сейчас же кто-то его и заложит. Вот всё это и распалось из-за этих доносов, потому что, ну, многие пообещали, ну, курить никто не бросил. Ну, в общем, ничего не сделали. Единственное, что мне запомнилось, он предложил, что будет час труда. У них там упало дерево, надо было его распилить. Вот мы его распилили, и на этом примерно кончилась наша организация. И все уже переместились в подвал. В том, где сейчас библиотека Чуковского, там был разрушен дом, подвал. Вот там уже все курили, конечно, нервативная лексика была превалирующая. Но из-за этого начинания, как ни странно, потом выросла идея библиотеки для детей, костёр, который он проводил. Поэтому и на нас был первый опыт объединения детей такой неудачной. Так вот, вся старость Корнея Ивановича вроде проходила перед глазами, но поскольку он так театрально её умел обставить, что он стар, я понял, один раз. Это был, наверное, тоже конец 50-х годов. Я шёл со станции, был страшный мороз, вот так же, как вот иголки в воздухе. И вдруг вижу Корнея Ивановича сворачивает на свою улицу, и вот он идёт совершенно сгорбленным в валенках. И я думаю, что он такой старый. Во-первых, он идёт один. Видимо, в мороз никто не хотел выходить. Он всегда шёл окружённый, разговоры громко, театрально. А тут я только увидел старый старик. И впервые как-то вдруг задумался, что не так всё это легко даётся. Ну, я его, конечно, видел не только таким громким, театральным, поскольку я дружил с его внуком Женей, и часто увидел его в будничной обстановке, где он не всегда был такой театральный, а достаточно там строго разговаривал с Женей. У Корнея Ивановича уже было много детей. Ну, старший Николай Корнеевич, ну, он рано женился. Я почему сейчас, значит, Николай Корнеевич, когда сам Николай Корнеевич первый раз женился, очень рано, то Корнея Иванович его отговаривал. Вот рано женишься и ничего не увидишь. Вот я рано женился, рано пришлось зарабатывать на хлеб, вот я бы мог стать другого совершенно класса писателя, по-другому мужил и так далее. Ну, Коля очень удачно женился, потому что Марина Николаевна, она пережила и Колю, и ездила с Чуковским в Лондон, его сопровождала. Прожила 90 лет, прекрасная семья. Сын их, вот, Митя, работал на телевидении, сейчас внук работает. Вот, и была большая семья со сложными отношениями между собой, потому что Лидия Корнеевна была замужем за таким очень талантливым физиком Бернштейном, которого, конечно, расстреляли. Поэтому самой Лидии тоже пришлось из Ленинграда ехать в Москву, потому что все их издательства, почти всех посадили ее под рук. Жить ей тоже особенно негде. У Корнея Ивановича в Москве была двухкомнатная квартира на улице Горького. В хорошем доме, но две комнаты. Даже не вместись всех. Поэтому жизнь постепенно переводилась на дачу. Мария Борисовна, его жена, кстати, она, почему-то, очень хорошо ко мне относилась, я тоже ее очень любил. Она умерла в 54-м году, то есть намного раньше, чем Корнея Ивановича. Она тоже когда-то была такая красавица, была покрыв, в нее влюблен Маяковский, и Корнея Иванович его спустил как-то с лестницы. Я всегда думал, что эти стихи, приду в четыре, сказал Мария, это Мария Борисовна. Не знаю, может, так оно и было. Но я Марию Борисовну, естественно, застал уже в другом возрасте, она была женщина с тяжелым характером, и все как-то в доме было ей подчинено в основном, потому что с ними жил внук Женя, его отца Бориса, вот я забыл перечислить, еще был сын Бориса, который погиб во время войны. И они взяли Женю к себе, бабушкой с дедушкой, он жил без мамы, которая у деда существовала, но я ее не видел ни разу за столько лет знакомства. И он жил с бабушкой и с дедушкой. Вот такая это была семья. У Жени, когда он вырос, были плохие отношения и с Николаем Корнеевичем, и с Лидией Корнеевной, такой он был человек. Поэтому какой-то был, когда смотришь снаружи, дом довольно сложный был, сложное отношение связывали людей. Но на людях Корнеев Иванович всегда был громкий, шумный, вот он идет по аллее, он громко здоровается, кого-то обнимает, кому-то радуется. Он придумал себе вот такой образ, человек, которому все нипочем, потому что он 80 лет, 80 лет, ну и что там, 85, а в дневниках, когда я их потом читал и часто перечитываю, потому что это все-таки там и моя жизнь как-то проходит, и я думаю, боже мой, он же пишет лет 70, и он пишет следующий год, последний. Может, больше ничего не будет. После этого он еще живет, значит, 18 лет и всеми работает. Всеми как-то жизнь его улучшается. вроде бы. Но эти дневники, конечно, фантастический документ. Всегда он говорил, что кто-то вот должен написать из внуков книгу о переделке. Это живой роман. Так никто не написал. Но его дневники совершенно с другой стороны открывают и нашу местность, отношения между людьми, которые, в общем, Корнеев Иванович был такой связухий человек, с ним хотели все быть знакомыми, дружить. Совершенно разные люди, которые не любили друг друга. Он был представителем той культуры, которая ушла. То есть все люди, его уровни, его поколения, они погибли, их, собственно, не было. Там Маршак-то было немножко другое, хотя Маршак тоже такая же сложная жизнь, и у них со Корнеев были сложные отношения, а в старости они уже друг друга очень любили, потому что никого больше не оставили. Когда там они встречались в барыгахе, то это были родные люди, когда они конкуренты. Ну, нет, из этого народа почти никого не осталось. И, конечно, Корнеев Иванович об этом не мог не думать, как человек, которого вечно шпыняют, критикуют, но постепенно он превращался в такого патриарха, старейшего писателя, которому все кланяются. Когда идешь по улице, показывают, вот это идет писатель, который написал Майдадыра, или там, скажем, Муху-цокотуху, или что-нибудь такое. Меня всегда это обижало, потому что и Майдадыром, и Мухам-цокотухам я самое большое посвятил полгода своей жизни. Но все равно это был авторитет детского писателя. Каждый читал Майдадыр. Каждый начальник говорит, о, там ему вручал орден Хрущевый, сколько раз я своим детям, внукам читал ваш Майдадыр. Ну, ему этого было мало. Его, у него очень не главное. Он хотел быть критиком. То есть, как хотел. Он был знаменитый критик, поэтому с ним дружил Блок, например, как с человеком очень тонкого, литературного, вкуса, все понимающего, его все боялись, он обычно всех ругал. Знаменитые были статьи дореволюционные. Но при советской власти критика какая могла быть? Критик выражает вору начальства. Если тебя критикуют в газете за слабость литературную, то подразумеваешь, что это тебя критикуют начальство, та газета, которая написана. То есть, профессия не существовала. И эта профессия к нему никогда не вернулась. Как ему хотелось обсуждать текущий литературный процесс? Он стал писать про Некрасова. Он был человек фантастического трудолюбия. Что меня все поражало, не то, что он такой трудолюбивый, но трудоголизм, ну ладно. Корней Иванович страдал бессонницей с юности, как я понимаю. То есть, всю жизнь. Никаких снотвор, ничего ему не помогало. Ну, это бывает. Но тут же удивительно другое. Я вот хорошо его понимаю. Сейчас тоже часто плохо спишь в старости. А он с юности плохо спал. Всегда. Но он всегда утром работал. Проведя им бессонную ночь, вот так вот, ну, любой ляжет обратно спать. Это он никогда себе не позволял. Утро, в 6 часов, там он встал, он с ним работает. Но у меня с этой вот его особенностью связаны такие развлекательные воспоминания, потому что он обрадом лошелся спать. Он же не ходил в гости, вечером, это почти не бывало. Он в 9 подложился вечером. И кто-нибудь ему читал. Ну, летом как-то никого не было. Я помню, что я ему читал Женю, внук. А я его ждал. Для нас это было лучшее время, потому что нам главное было выкатить бесшумную машину на улицу. Потому что когда она зашумит на улице, можно сослаться, что-то она проезжала. На это он не реагировал. А здесь он услышал машину, и мы там на полночи уезжали в Москву. Ну, Женя не прав, ничего, конечно, не было. Да ему и не было 16 лет. Но он очень хорошо водил машину, любил всякие фокусы. Там Корнея Иванович купил вдруг зим. Ну, тогда это была такая роскошь. Он помнит, к моему отцу пришел, потому что отец как-то лучше вроде понимал про машины. И говорит, я хочу купить зим. Отец, да, есть 45 тысяч? Есть. Ну, поезжайте в магазин с Геннадем Матвеевичем купить. И все, все. Ну, кто это покупал такие дорогие машины? У нас была у Погодина такая машина. И все. И, значит, Корнея Иванович поехали. У него был зим. И Женя любил ехать и управлять ногой. Что-то такое, такой фокус. Все поражались, как за рулем зима может сидеть, кто не поймет, что его не видно. Дождь идет, он там на ногу высунул, руку высунул. Вообще-то уникальность такого человека, как Чуковский. Понимаешь, постепенно какие-то потом вдруг вещи связывают. Я связываешь, и вдруг понимаешь, с кем ты связан через него. Я помню, как-то он к моим родителям пришел, 54-й год, начали говорить о том, что будут отпускать из Дагирей. Еще никакого съезда партия ничего не было. 54-й год только. Недавно умер Сталин. И он говорит, скоро вернется Мейерхольд. Как-то он так произнес. Я-то знал, кто такой Мейерхольд. У меня даже была брошюра. Но я вдруг понял, потому как он произнес фамилию Мейерхольд, что это человек, которого он прекрасно знает, и потом выяснил, что действительно какую-то пьесу собирался писать Мейерхольду. Через Корнея мы были связаны с массой людей, самых неожиданных. Корней Иванчер, при всем при том, был человек достаточно смелый. Хотя вот он так себе вроде вел, и с начальством, он шутит, и со всеми, но он был очень принципиальный человек, и многих вещей не боялся. Например, когда Зощенко очень бедствовал в Ленинграде, он ему послал деньги и пригласил его в себя жить. Но Зощенко не приехал. Я помню, я его очень ждал, что Зощенко приедет. Я тогда, Зощенко же не печатали. Мне в библиотеке там по блату давали книжки, библиотеки писателей. Я все читал, рассказывал детям своими словами. Я все думал, приезжал Зощенко, Корнея Ивановича пригласил, это я знал. Ну, а Солженицын жил у него. И стояли машины, всякая слежка, там все проверяли, Солженицын выходил в калитке. Но Солженицын жил на даче. И очень дружил с Лидией Корнеевной. Даже когда дети вспоминают его, всегда что-то неожиданное. Там Николай Корнеевич вспоминает, что он шел с папой, маленький мальчик, и шел сильный дождь. И подошел какой-то господин в шляпе и долго говорил с папой. А потом, когда он отошел, я говорю, кто это? Он говорит, это поэт Блок, он совершенно пьян. Ну, вот такие картины открывались в жизни. Там Горький Блок, всех этих людей же уже не было. И был человек, который с ними был не просто так дружен. Он был, как бы теперь сказали, из одной литературной тусовки. Он тоже человек этого мира. Леонид Андреев, там все были люди, с которыми он был как-то связан. Поэтому все наши жители переделки, они понимали, что вот откуда они что-то могут узнать. Ну, дети действительно воспринимали его, как вот дедушку, который шутит с ними, все эти костры потом стал организовывать. Я даже не знаю, я бы не взялся сказать, а любил ли он так же этих детей. Я думаю, что он их воспринимал, как свой тоже материал, свою аудиторию, что-то рабочее. То есть он с ними тоже делался ребенком. Да, но это тоже было связано с его литературой. Литература всегда была главной. В любом варианте работа литератора, я даже понимаю, что она не так ему легко давалась. Над любой статьей работал столько, столько раз ее переписывал, переделал. И сам он очень был недоволен тем, как он пишет, что ему трудно это дается. То есть это какой-то в собой нечеловеческий труд. Но для жителей нашего поселения, во-первых, разные люди. Для Катаева это было одно, для Леонова другое. Там Леонов мог к нему прийти и рассказать, что он прочел молодую гвардию, Фадееву, и как это слабо и так далее. А потом приходит Фадеев. Тоже к Чуковскому. А это уже был период, но когда-то было время, Фадеев везде было. А вот уже в 50-е годы у Фадеев ни у кого не было, у Чуковского был. Мог прийти тоже с какими-то своими сложностями. То есть совершенно были разные люди. Он был нужен как, ну, тогда не было такого слова, гуру, да и он никого не учил, ничему. Но все знали, что он представитель той большой литературы, которой не существует. Что вот его вкусу можно доверять. И вот этот Майдадер, вот эти все вещи, они его как-то удерживали на поверхности. Потому что вечно власть им была недовольна, не очень понимала его позицию. А он за кого? Но Майдадер, да, общее чтение. Национального героя, как бы автора, сажать как-то, ну, неудобно. Поэтому и в переделке, ну, во-первых, а кто? Это самый получался интересный человек. Все были моложе. Никто не был знаком так, как он. То есть они, может быть, и видели тех знаменитых писателей старших. Но они их как видели? Вот видели, а он был критик. Они боялись, что о них плохо напишут. Это уже он был дальше решен. Но это в нем не было. Поэтому сейчас, понимаешь, какие вещи можно было спросить и так далее. А что их спрашивать было? Ну, стоишь по дворе, но он идет, и он нам мешает там по всяким шалостям и делам. Поэтому, ну, хочешь скорее отделаться от этого разговора, что-то он тебе спросит, что-то он скажет. А вот ты передумаешь, какие интересные разговоры это могли быть. Ну, дети, чего спрашивают? Дети же опять полно этой чепуха все. Дети не понимали, что это университет. Спроси его, что. Да я даже думаю, что не все писатели того времени так это понимали. Там, допустим, и не все они, конечно, его любили. Ну, рядом его любил, допустим, Катаев. Но все они жили рядом. И как соседи, как дачники, они были по-своему очень близки. Хотя Катаеву все это не нравилось, все эти работы, и Медадыр, и прочее. У него же тоже есть детские вещи. Он считал, что это вот это слезало с английского, а может было по-другому. Но это не меняло дело. Вот человека его уровня больше не было. Это не значит, что он был самый там талантливый, самый главный. Когда там он рядом с Пастернаком, он сам понимает, что Пастернак стоит на порядок выше. Но Чуковский человек этого круга. При этом тоже сложное отношение. Потом в дневнике Чуковский говорит, что Борис принимает меня за своего поклонника, который безоговорщий с ним во всем согласен. А мне одни стихи нравятся, другие нет, мне нравится Рамка. А он с ним разговаривает как с почитателем. Нюансы. Пастернак не понимал, что это союзник, обожает. Ну и так далее. Но это на каком уровне идет? Вот это общение. А кому еще Пастернак может прочесть стихи? Что каждому тут... Не потому, что там войну не поймет. Поэтому разные люди. Вот у тебя перечислил Федин, Леонов, Фадеев. Это все разные люди, которые обязательно в разговоре поругают к Чуковскому, это того и того. Но все это он понимает, что это естественно, он обожал эту литературную жизнь. Вот ему как раз нравилось переделки неизначально. Потому что он жил в Коколе, там что-то было похожее. И он говорил, вот мы здесь будем жить все вместе, читать друг другу свои произведения, а выяснил, что никто никого особо не любит никому читать. Но он держался вот так. Он приходил к людям в гости, ко всем. Вошел к Арнею Ивановичу, дети, все счастливы. Он громко рассказал какую-то историю, показал хозяину, что интересуются его делами. Там кто-то ставит пьесу, там сидит режиссер, он говорит, а мы все волнуемся, когда будет постановка. Ну, ему не нужна эта постановка. Ну, людей-то это ободряет, когда вот так с ними разговаривают. Поэтому, как с безу, если человек переделал, ничего подобного не было. Хотя не всегда, он, конечно, был искренний в этой театральности. Ему не надо было удобнее пойти в дом творчества, а к себе никого не тащить. Но не всегда, ему часто люди там мешали работать. Ему было важно, чтобы он в этот день полноценно работал. Если он что-то не сделал, у него плохое настроение. Поэтому он пойдет в дом творчества, там будет со всеми шутить, и все будут думать, что они так с ним близко знакомы. Но так каждый к нему так прийти просто не мог. Корней Иванович был необыкновенно артистичен. И какой-то свой образ он абсолютно создал, как создал бы его артист. Но все-таки главный его талант был талант-критика. И он бывал часто, ну, не то, что неискренне, но зачем человеку говорить неприятное бывало в глаза. И он бы мог кого-то даже и похвалить, а потом в другом разговоре об этом отозваться извительно, и были люди, которые на это обижались. Ну что, зачем же ты мне сказал, что все хорошо, а потом сказал, что вот, думает, что он день, и на самом деле ничего подобного. И когда вот такие извительные часто замечания доходили, вот, допустим, до Ахмата, она прекрасно знала Чуковского с тех времен, и он о ней писал. Она, когда слышала, да он там сказал, она говорит, добрый, добрый, Корней Иванович. Такая, ну, резюме. Меня вот до сих пор не оставляет ощущения, когда я вспоминаю, сейчас вот я живу в той же дачной местности, и ты идешь по этому кругу, и вообще никого нет. теперь не гуляют, не ходят. А тогда все совершали прогулки по этому большому кругу, обязательно встречались, разговаривали, и всегда было ощущение, что люди, где мне даже ребенку, это было понятно, люди разговаривают неестественно, не фальшиво, а вот как артисты на сцене, немножко форсируя, как бы не касаются важных проблем в разговоре, а говорят какими-то понятными друг другу шутками, остротами, и все были немного артисты, ну это свойственные профессии, родственники, но Корней Иванович был в наибольшей степени артистом, как бы он был артист, который создавал сюжет этих разговоров, поскольку он почти всегда этот круг свержал в одно и то же время, и всегда встречал обязательно каких-то людей, вот эта вот карусель абсолютно неповторимая того времени, что ну то ли не то, чтобы люди боялись, но они не были откровенны друг с другом, а вместе с тем был ритуал дружбы, радости, и как ни странно этого сейчас не хватает, даже этого нет, ну да, они были несколько театральные, не все можно было говорить, не все друг друга любили, кто-то перед кем-то был виноват, как бывает, но был в этом элемент какого-то праздника. Когда-то Чуковский предположил, и это документировано, записано, что вот наступят 80-е годы, и кто-то из внуков напишет роман о первых поселенцах переделки, а потом о следующих, потом о следующих, и вот будет такой роман. Но никто из внуков этого романа не написал. Но если читать дневники Чуковского, а жизнь его в переделке, но это протяженность 30 лет, не меньше, то понимаешь, что есть такая книга, есть такой роман, и роман с героем, который так близко и хорошо, как он сам знал себя, не знал никто. Потому что Чуковский дневник это действительно герой вот того романа, который необходим был у Переделкина. Потому что все-таки как связующая всех фигура только Корнея Иванович. Нет больше человека, который всех знал и пытался общением с собой как-то людей соединить. Поэтому поставленную им задачу романа в переделке не пропадал великолепный материал человеческий, он сам и решил пока на сегодняшний день.